Новый парапет у памятника адмиралу Синявину ничем не будет уступать разрушенному. Все опасения и претензии в адрес правительства Севастополя беспочвенные. Это комментарии экс-главы Департамента городского хозяйства Олега Казурина, опубликованные в статье новостного сайта Форпост. Начальник управления благоустройства правительства Севастополя Евгений Романенко заявил, что камень должен настояться, чтобы стать прочным, говорится в статье. На минувшей сессии депутаты Законодательного собрания Севастополя решили провести собственное расследование, кто и почему разрушил прочный исторический парапет в центре города. Вопрос о ремонте, о замене парапета вокруг памятника Синявину необходимо дотолкать до конца, необходимо понять, с какой целью это проводилось, каковы качества материалов, ну и каковы, соответственно, документы, которые были предоставлены. Предварительный анализ показал следующее. Часть этих документов не информативна, а часть документов вызывает, очень серьезные сомнения в отношении своего качества. Пока депутаты направляют официальные запросы в рамках своего расследования, парапет начинает разрушаться. Трещины видны невооруженным глазом. Новый парапет не продержался и месяца. Трещины появились уже на трех участках. Скорее всего, новый камень не прошел проверку морозом. За последнее время изменчивая севастопольская погода несколько раз сменяла плюс на минус. Зимой бывают частые переходы через ноль. То есть та влага, которую камень набирает в себя, она начинает его разрывать. А вода – это единственное вещество в мире, которое обладает таким свойством. Оно при замораживании не сжимается, а разжимается. Когда трещины станут сколами, а камень начнет разваливаться – вопрос времени. Остается непонятным, почему в конце прошлого года спешно снесли прочные исторические парапеты и провели хладнокровную реконструкцию частицы старого города. Людмила Замятина, Павел Красиков, Севинформбюро.